Я с вами еще раз поздороваюсь, приветаю вас, поздравлю вас с наступающим Новым Годом, перед Дом Христовым, пожелаю всего доброго вам и вашим семьям. Все остальные вопросы, которые вы хотели бы задать и услышать на них ответы, пожалуйста, я готов. Сам и два наших первых вице-президента, Сергей Михайлович Старженко, Анатолий Владимирович Попов, готовы отвечать на ваши вопросы. Анатолий Дмитриевич, 2 плюс 2 канал. Скажите, все-таки, кого выбрали, сколько это было голосов и каковы, вы говорили вчера нам, что оприлюднены условия контракта, срок, термин, зарплату и так дальше. Начну с первого по порядку. Сегодня... Один воздержался у нас, да? Или единогласно? Единогласно мы избрали Фоменко Михаила Ивановича тренером национальной сборной страны. Я думаю, что нет, мы его приглашать не будем, это он отдельно сделает пресс-конференцию, которую проведет с нашими журналистами. Вот, по условиям контракта, все вопросы, которые мы принципиально обговорили с Михаилом Ивановичем, они есть конфиденциальные. Все то, что нужно доработать, сегодня было поручено президиуму по поводу моментов, связанных с подготовкой, с осуществлением и с жизнью сборной команды Украины. Национальной сборной команды Украины. Будь ласка, все пытания. Да, будь ласка. Насколько рассчитан контракт и в случае... И какова, собственно, задача поставлена Фоменко и в случае невыполнения задачи будет ли расторгнуть контракт преждевременно? Задача поставлена Фоменко, а перед этим беседовали мы и с Эриксоном, если интересует, то и одному, и второму была задача поставлена максимально добиться результата в турнире, который мы сегодня проводим, в отборочном турнире к чемпионату мира. Контракт с Фоменко рассчитан на один год плюс два. По итогам выступления сборной команды мы соберем из полкома, в общем-то, Фоменко отчитается за проденную работу. Если мы увидим, что идет прогресс и идет, в общем-то, все в нужном направлении для сборной команды, результат будет выступления удовлетворять, исполнительный комитет. Мы этот контракт пролонгируем. Извините. Будь ласка, еще вопрос. Телеканал Футбол. Скажите, будь ласка, чи обрали сьогодні тренера молодежной сборной Украины? И так само расскажите про умовы контракта, если обрали. Да, пожалуйста, Сергей Михайлович как раз занимался этим вопросом, он ответит на него. Витаю вас, шановні друзі и коллеги. С точки зрения качества игры, с добутого результату, будет поставлено вопрос про пролонгацию. Если не будет, то результат будет непозитивным. Но обрали Сергей Иванович Ковалец. Что же будет за? Там, где-то, где-то, трешечки, потому что умовы будут, виконком поручил президенту, доробить это вопрос с урахованием других терминов отборковых турниров. Будь ласка. Так, были, але дозвольте мені не називати людей, бо переможец один, и чтобы тот, кто програв, не відчував себя таким, який не витримав поразки. Будь ласка. Телеканал Интер, прокомментируйте, пожалуйста, отсутствие Ериксона, почему он не приехал на исполком, и почему отменили протокольную съемку, с чем это было связано? Что отменили? Протокольную съемку вначале. Вначале? Почему что-то у ФФУ хотело, чтобы мы о чем-то не узнали, или как? Нет, сегодняшнего дня мы ни от кого ничего, я вам раньше говорил, не скрывали, не скрываем, мы скрывать не собираемся. А тот порядок, который мы сегодня завели, чтобы плодотворно и целенаправленно проводить наши исполкомы, потому что когда мы до того запускаем нашу прессу, извините, пожалуйста, туда, потом очень тяжело нам расставаться с вами, потому что у многих есть вопросы, и не только к президенту и его команде, но и к членам исполкома, потому мы никак не можем вовремя начать. Поэтому принято было решение начинать вовремя, проводить его целенаправленно по повестке дня, не отвлекая, чтобы это занимало минимальное время, потому что, в общем-то, есть на то объективная причина. Это ответ на ваш первый вопрос. На второй? Отсутствие Эрисона. На прошлом исполкоме нам было поручено исполкому поставить Эриксона в известность, что он в обязательном порядке должен был присутствовать на нашем сегодняшнем исполкоме. Мы его ждали. Но Эрикона, к сожалению, не было. До этого мы вели с Эриксоном и с его агентом очень целенаправленные и плодотворные переговоры. Вел их в основном Анатолий Владимирович, он вам может осветить эти переговоры и сказать, каким образом они происходили и как происходили. Если есть интерес, пожалуйста, Анатолий Владимирович. Что касается переговоров с Эриксоном, то они как бы прошли все этапы. Вначале мы беседовали группа специалистов, которую определил Анатолий Дмитриевич и поручил это мне вести, в частности, возглавить эту группу. Мы обсудили все вопросы вначале с представителем Эриксона, полтора часа беседовали, уточнили все финансовые вопросы, будем так говорить, услышали притязание кандидата на пост президента, простите, главного тренера национальной сборной. И как бы узнали, что в финансовом плане необходимо для того, чтобы решить задачу. Я хочу сказать так, вопрос и Михаилу Ивановичу Фоменко, и господину Эриксону ставился один. Задача одна, попасть в финальную часть чемпионата мира. И поэтому условия рассматривались по максимальной задаче. Затем, на второй день у нас состоялась встреча уже и с агентом его, и с господином Эриксоном непосредственно, в которой мы оговаривали организационные, методологические, методические вопросы подготовки непосредственно команды и условия, какие ему нужны, организационные для того, чтобы решить данную задачу. И здесь мы тоже нашли взаимопонимание. Более того, я хочу продолжить эту тему. Когда мы имели разговор аналогичный с Михаилом Ивановичем Фоменко, и я об этом говорил на исполкоме, что многие позиции в организации процесса по решению данной задачи у них совпадают. То есть это два высококвалифицированных тренера, и много было общего в понимании решения задачи. И хочу подчеркнуть, что среди равных победил сильнейший, я бы так сказал, в данном случае. И выбор был сделан в пользу Михаила Ивановича Фоменко. Наверное, не в последнюю очередь, потому что это доморощенный тренер, он лучше знает специфику сегодняшнюю, а это очень важно для решения задачи. Он ближе к теме нашего футбола, и это ему, наверное, облегчит задачу. Вот это те вопросы, которые приваривали при решении членов исполкома. Ну и, наверное, суть патриотизма, а вот то, что мы в последнее время утрачивали по выступлениям нашей сборной, потому что многие вещи были немножко нашими футболистами извращены. Я имею в виду и по премиальным системам, я имею в виду и по этому. Потому что здесь Михаил Иванович имеет свою точку зрения, имеет свой подход, и чувство гордости и патриотизма за свою страну здесь выходит на первое место. Ласка. Антолий Дмитриевич, раз Михаила Ивановича нет, наверное, этот вопрос надо задать вам. Тренерский штаб Фоменко, есть ли какие-то наметки, есть ли какие-то рекомендации с вашей стороны? В частности, там тренер вратре, я думаю. И вопрос к господину Попову, ну я понимаю, что 15-0, да, вот вы об этом уже сказали, но прошла информация, что ваша креатура был Эриксон, да, а креатура Анатолия Дмитриевича был как раз Фоменко. Правда ли это? Спасибо. Кому вопрос? По штабу я вам скажу так, мы, в общем-то, без Михаила Ивановича не можем говорить об этом. Все вопросы по штабу вы зададите Михаилу Ивановичу в самое ближайшее время, когда будете с ним проводить пресс-конференцию. А нам на исполкоме, президиуму, было поручено вот эти все вопросы и по контракту, и по формированию штаба, национальной сборной, всего штаба. Дали конкретное поручение мне и моим коллегам. И мы с этой задачей в самое ближайшее время справимся вместе с Михаилом Ивановичем. И Михаил Иванович все это вам озвучит. То, что касается Анатолия Владимировича, вопрос. Пожалуйста, Анатолий Владимирович. Относительно, будем так говорить, кто привержен был к какому тренеру, с членом исполкома. Если вы думаете, что голосование было таким простым, результаты голосования не говорят о том, что не было обсуждения. И обсуждение было и на президиуме, накануне состоялся президиум, и непосредственно исполкоме. И мнение, я бы, наверное, был бы не искренен, если бы говорил, что мнения были всегда однозначны. Далеко нет. Более того, есть приверженец, будем так говорить, подхода, чтобы возглавил сборную. И это среди общественности футбольной есть, и среди журналистов. Одни считают, что это должен быть зарубежный специалист, другие считают, что это должен быть доморощенный тренер. И у тех есть свои аргументы, и объективные. И такая же аргументация была у членов исполкома. Но взвесив все за и против, пришли к такому выводу. На данном этапе мы считаем, что лучший вариант – это наш тренер. Кто может лучше сегодня знать ситуацию в нашем футболе, пока, господин Уэрикссон, вот при всех равных, пока будет знакомиться с футболистами, с обстановкой, которая сегодня есть в нашем футболе, вникать в детали и тонкости, наверное, пройдет определенное время. А у нас так сложилось, к сожалению, что времени практически нет. Но хотел бы сказать, не мы в этом повинны, что вот таким образом решается вопрос о назначении тренера. Повинны в чем я имею в виду? В сроках и так далее. Потому что то, что произошло, то произошло. Мы сегодня не будем вдаваться в эти глубокие подробности. Но то, как поступил со сборной команды Анатолий, то есть Олег Владимирович, я считаю, что это, в общем-то, есть вопрос для обсуждения. — Анатолий Дмитриевич, и все-таки проясните, почему не пришел вот именно сегодня Коньков? И какие еще вопросы обсуждались? — Я здесь, я на месте, Коньков на месте. — Извините, но вы поняли, что хотел спросить. — Нет, пока нет. — Фоменко, почему именно пришел? — Почему Фоменко не пришел? — И какие еще вопросы обсуждались, помимо молодежной и национальной сборки? — Потому что Фоменко тогда придет, когда он сможет ответить на те вопросы, которые вы сегодня задавали, а не в плане разработки или доработки. Вот тогда, когда мы отработаем все вопросы, все с Фоменко согласуем вопросы, и Фоменко даст окончательный исчерпывающий ответ вам на все вот эти вопросы, которые ставите вы нам. — Будь ласка, исчерпывайте. — А это будет самое ближайшее время, поверьте. — Я пытаюсь. — Нема. — Я. — Будь ласка. — Ренат Ахметов заявлял не так давно, что он готов и финансировать зарплату тренеру сборной. Как сейчас? Будут залучать додаткового инвестора, или Федерация готова сама платить тренеру сборной? — Вы знаете, но я бы вообще не отвечал на этот вопрос. То, что озвучил Ренат Леонидович, это его право и дело. То, что знает Федерация футбола, это ее право и дело, и владеет этими возможностями, возможностями, которые есть сегодня в Федерации. Мы как-то с этим вопросом разберемся так, чтобы было все культурно, красиво. И мы отвечали за каждое свое слово и каждое свое действие. — Спасибо. — Еще есть вопросы? — Нет. — Что ж, мы дякуем вам за то, что вы пришли еще раз. — Бажаем вам хороших свят. До новых встреч. — Спасибо. С наступающим новым годом.